Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Олеся Коряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорога снега в столице. Дороги чистят, но выборочно. Владимир Путин побеждает на выборах президента России. В южнокорейском Пхенчхане завершились 12-е зимние паралимпийские игры. А теперь все это и многое другое подробно. Государственная налоговая инспекция запускает кампанию «Откажись от зарплаты в конвертах. Требуй соблюдение своих прав». Ее цель – информирование работодателей и работников про последствия выплаты и получения заработной платы в конвертах, а также непосредственная борьба с нарушителями законодательства. Первый этап кампании стартует 19 марта и продлится 90 дней. В течение этого периода сотрудники налоговой службы проверят деятельность 17 налогоплательщиков на предмет соблюдения положений Кодекса труда, а также налогового законодательства в 2017-2018 годах. На первом этапе будет проведен мониторинг на предмет нарушений, допущенных в 2017 году. В случае выявленных нарушений экономический агент получит шанс их исправить. Если на первом этапе экономический агент не подчинится на добровольной основе, будет проведена проверка и в рамках второго этапа. В этом случае будет осуществлена проверка его работы как минимум за последние четыре года. Помимо непосредственного контроля деятельности предпринимателей, в рамках кампании будут показаны видео и аудиоматериалы, призывающие работодателей к транспарентности. Представители налоговой службы предупреждают – несоблюдение законодательства грозит серьезными санкциями. Нарушителям грозят очень жесткие санкции, предусмотренные законодательством. Только Кодекс о правонарушениях предусматривает штрафы от 50 тысяч леев. Отметим, второй этап кампании стартует в июне текущего года и охватит предпринимателей со всей республики. Зарплата в конвертах – шаг назад в развитии Республики Молдова. Проблема, которую должны были искоренить еще давно, день за днем наносит ущерб государственной казне, заявляют граждане столицы. Большинство из них уверяют, что сами никогда не получали заработную плату подобным способом, хотя некоторые не побоялись признаться, что сталкивались с такой ситуацией. Жители столицы негативно относятся к такому явлению, как зарплата в конвертах. С этой проблемой надо бороться как для благополучия самих граждан, так и для страны в целом, твердо убеждены горожане. Будет лучше, если зарплаты в конверте искоренят, так как налог государству не выплачивается, и потом люди не получают пенсии. Потому что мы так быстрее избавимся от коррупции и от всех проблем. Минус, потому что ничего не идет к государству, ни налоги, ничего. И поэтому богатые становятся те, которые дают зарплату в конвертах. Я считаю, что люди должны платить налоги, это нормально. Страна должна идти вперед, а не назад, поэтому мое мнение такое. Большинство из запрошенных граждан уверили, что никогда не получали зарплату в конвертах. И лишь единицы признались. Да, конечно, получал. Но было время раньше. Начало перестройки. По данным Национального бюро статистики за 2017 год, в Молдове заработную плату в конвертах получают 8,8% работников. Из них 7,8% в полном объеме и 1% частично. Наибольшая доля такой формы оплаты труда встречается в сельском хозяйстве – более 50% и в торговле – более 16%. Валентина Турова, Руслан Каунов, Вести Молдова. Виктория Евтодия стала новым министром юстиции. Указ о ее назначении подписан президентом страны. Игорь Дадон назвал ее одним из немногих профессионалов, рекомендованных правящим большинством на должность министра, который, к тому же, соответствует требованиям неподкупности. Глава государства выразил надежду, что новая глава Минюста будет настаивать и проводить необходимые реформы в области правосудия. Напомним, Виктория Евтодия сменила на это должность Александра Тенаси. Ее кандидатуру на прошлой неделе предложили представители Демократической партии. Ранее Евтодия была министром юстиции при правительстве Василия Тарлева. В последнее время она занимала должность судей Конституционного суда. Новости столичной жизни. Дороги чистят, но не везде. После снегопадов можно заметить резкое отличие между тем, как муниципальные службы очищают центральные дороги по сравнению с второстепенными. Исполняющая обязанности мэра Сильвераду призвала столичное управление транспорта начать немедленную очистку улиц и дворов, которые еще в снегу. Отличить главную дорогу от второстепенной после снегопадов несложно. Первая полностью очищена, тогда как вторая утопает в снегу. В принципе, такая ситуация для столицы уже привычная. А переходить дорогу приходится, как всегда, через сугробы. После обильного снегопада тяжело передвигаться не только на перекрестках, говорят горожане. Сложно и при выходе из общественного транспорта, да и на самих тротуарах. Ну а что поделать? Работники не успевают. Тяжело. Ну что делать? Чистят или нет? Ну вот, по центральной, чистили, а во дворе, так, возле подъезда только и все. Вроде бы чистится, но не везде. Просто вот на остановках тяжело, и все. Тяжело было сегодня выезжать на дорогу историчным водителям. По этой дороге вижу, что не очищены. Ну, желательно мы, конечно, прочистим. Очистили только центральные улицы, а другие, как видите, нет. Тяжело ездить. Да. Чистят, что успевают. Надо набраться терпения. Зима все-таки. Да, мы ярко. Ситуация в Кишине у послевоскресного снегопада была первая на повестке дня еженедельного заседания муниципальных служб. Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду призвала управление транспорта обращать внимание не только на главные, но также на второстепенные улицы и дворы. Попрошу управление транспорта убрать снег с края дорог, потому что если снова пойдет снег, эти сугробы превратятся в горы. Люди тяжело передвигаются как на светофорах, так и перед остановками автобусов и троллейбусов. Также Раду призвала государственные и частные предприятия расчистить тротуары перед своими зданиями. Исполняющая обязанности мэра подчеркнула, что муниципальные службы работали над расчисткой улиц столицы все воскресенье. В связи с этим она пообещала рабочим, вышедшим на службу выходной, дополнительную денежную премию. По данным Государственной гидрометеорологической службы, снегопады ожидаются завтра, а также и в среду. Температура воздуха составит до минус 8 градусов Цельсия ночью и до минус 2 в дневное время суток. Наталья Фомина, Сергей Липодат, Вести Молдова. И еще о жизни муниципе. В пригороде Крикова дороги лучше, чем в столице. Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра Сильвераду. По ее мнению, чрезмерное количество ям на дорогах и тротуарах Кишинел свидетельствует о процветании коррупции в области ремонта дорог. Также во время заседания муниципальных служб Рада возмутилась размещением мусорных контейнеров прямо посреди тротуаров, что мешает пешеходам и портит, по ее словам, вид города. Пригород Крикова, находящийся в менее 15 километрах от Кишинел, выглядит лучше столицы. По крайней мере, тротуары там ухожены, а на дорогах не найдешь ни одной ямы. Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра Сильвераду по итогам визитов Крикова на выходных. Она отметила, что после снегопадов на большинстве столичных дорог появилось чрезмерное количество ям. Факт, свидетельствующий о процветании коррупции в сфере ремонта и благоустройства дорожной инфраструктуры. Плачевное состояние дорог указывает на крайнюю степень коррупции при строительстве дорог в муниципе Кишинел. Все знают, что дороги – самая слабая и коррумпированная сфера в муниципе. Но все дошло до такого предела, что дальше уже просто некуда. Еще одно доказательство коррупции – доход на душу населения. По словам Раду, в столице он составляет более 5000 леев, тогда как в Крикова – около 1000. Но, несмотря на это, инфраструктура в этом населенном пункте намного лучше, чем в главном городе Молдовы. Раду заявила, что намерена отправить работников мэрии столицы на стажировку в Криково, чтобы научить их правильно распределять финансы. Еще одно доказательство невежественного управления – присутствие на каждом шагу мусорных контейнеров. Раду призвала муниципальное предприятие «Аутосулабритате» пересмотреть схему размещения контейнеров по городу. Пересмотрите саму концепцию, чтобы вам было удобно проехать, но в первую очередь, чтобы людям было удобно выносить мусор. И не в последнюю очередь, чтобы были соблюдены санитарные и эстетические нормы. Это ненормально, чтобы мусорные контейнеры находились на каждом шагу с соответствующим запахом. Сейчас еще зима, когда будет лето, то что? Недавно занявший кресло главы «Аутосулабритате» Евгений Аксентьев пообещал, что представит новый концепт размещения контейнеров и сбора мусора в течение месяца. Сейчас город, как вы и сказали, не выглядит по-европейски. Согласно закону о кондоминиуме, все платформы для сбора мусора должны размещаться внутри дворов, а не на улице и не на углах школ и стадионов. По данным «Аутосулабритате» в муниципе 570 контейнеров для сбора мусора. Между тем, кандидат на должность мэра столицы от либеральной партии Валерий Мунтиано назвал решение «Сильвераду» о размещении контейнеров для мусора во дворах жилых домов полной катастрофой. По его мнению, перестановка баков приведет к беспорядку, появлению микробов, запаху и крысам. Мунтиано напомнил, что во время его пребывания на посту министра окружающей среды он работал над проектом по строительству одной тысячи крытых и пяти подземных платформ для сбора отходов. Это, по его словам, является более оптимальным решением данной проблемы. Также кандидат от либеральной партии на кресло мэра столицы выразил уверенность, что одержит победу на выборах и призвался либераду паковать чемоданы. Грязь и мусор прямо в центре столицы. Муниципальный советник от нашей партии Леон Кашу призывает столичные власти заняться в срочном порядке ремонтом городских памятников архитектуры. По его мнению, из значимых зданий они превратились в разносчики инфекции, пристанищие для людей без определенного места жительства. Всего в квартале от центральной площади столицы заброшенное здание, превратившееся из архитектурного памятника в руины. Речь идет о городской усадьбе Назарова. Муниципальный советник от нашей партии Леон Кашу заявил на заседании муниципальных служб, что сейчас здание представляет из себя рассадник инфекций и пристанище для бездомных. Я обращаюсь к вам с просьбой от мам, которые гуляют с детьми, с колясками и живут в периметре улицы Александру Челбун, Колумна, возле парка Кафедрального собора. Они просят вас включить в вашу программу «Чистый месяц» здание на Колумна 110, перекресток с улицы Банулеско-Бадони, потому что там все превратилось в свалку и общественный туалет. Я проверю этот адрес, Колумна 110, но, насколько я знаю, это не муниципальная собственность. На следующей неделе мы посмотрим, что сделала полиция, чтобы найти владельца здания. Ранее Леон Кашу заявил на своей странице в соцсети, что полиции не составило бы труда найти собственников усадьбы, так как на здании вывешен баннер с двумя номерами телефонов. По его словам, усадьба продается за 1 миллион евро. Расширяя границы. Все больше граждан из разных регионов страны вступают в партию ШОР. Так, накануне членами стали еще 900 человек из четырех регионов страны. Все они верят в то, что данное политформирование может осуществить перемены к лучшему. В четырех районах страны – Теленешть, Креулинь, а также Шалдонешть и Резина – состоялись территориальные конференции партии ШОР. В рамках мероприятия обсуждались актуальные политические задачи политформирования, тезисы программы, а также результаты многочисленных планов, реализованных в городе Архей. В частности, глава партии Илон ШОР рассказал, за счет каких денежных поступлений можно реализовать еще больше проектов, нацеленных на повышение благополучия граждан по всей стране. В программе нашей партии четко озвучено несколько тезисов. Первое. Введение государственной монополии на продажу алкоголя и сигарет. Введение государственной монополии на всю энергетическую промышленность. Введение государственной монополии на азартные игры. Поверьте мне, эта часть дохода сумеет перекрыть те социальные затраты, о которым я вам сегодня сказал. Поверьте мне, все эти доходы сегодня распространяются на 15 человек в нашей стране. Они должны распространяться на всех граждан. Отметим, что за последние два года бюджет города Архей был увеличен почти в два раза. За счет этих средств было отремонтировано и построено 40% дорог. На 100% обеспечено уличное освещение, восстановлены скверы, парки, благоустроено озеро, а также открыты социальные магазины. Опираясь на эти факты, а также на личные наблюдения, в минувшие выходные более 900 человек из четырех районов страны присоединились к партии ШОР в надежде на лучшее будущее. Нам нравится то, что он делает. То, что реализовал в Архей, мы хотим, чтобы он сделал везде. Мы видим, что он делает много всего хорошего для района. Думаю, что приедет и к нам, отремонтирует дороги, сделает так, чтобы выросли пенсии. Мы идем за тем, кто делает что-то хорошее, а не за тем, кто только обманывает и ничего не делает. Стремимся к лучшей жизни, чтобы люди поверили в себя. Это главное. Мы устали от воров, которые нас обманывали на протяжении 26 лет. Вот почему мы решили вступить в партию ШОР. Напомним, что с начала марта партия ШОР проводит территориальные конференции партий во всех районах страны. На сегодняшний день политформирование насчитывает более 10 тысяч членов. Валентина Турова, Руслан Каунов, Вести Молдова. Партия социалистов определилась с кандидатом на должность мэра Кишинео. Им стал глава фракции по СРМ в муниципальном совете столицы Ион Чубан. Об этом стало известно накануне на заседании партии. Еще одно политформирование определилось с кандидатом на должность грядоначальника столицы. Так, накануне на заседании республиканского актива партия социалистов выдвинула на этот пост главу фракции ПСРМ в муниципальном совете Иона Чубана. В первую очередь, я думаю, что это очень большая ответственность для меня. Я хочу поблагодарить своих коллег за доверие. Но, повторюсь, это большая ответственность. Дела в Кишине обстоят очень плохо на протяжении многих лет. И эту ситуацию необходимо изменить. Ион Чубан также отметил, что должности в мэрии должны занимать профессионалы, а не назначенные по определенным причинам люди, как это происходит по сей день. Говоря о других кандидатах на эту должность, он отметил, что желает всем удачи и надеется, что избирательная кампания всех участников будет строиться исключительно на проблемах города и их решении. Напомним, что досрочные выборы генерального примара муниципия Кишинеу состоятся 20 мая. А вот Сильвия Раду по-прежнему не уверена, будет ли она баллотироваться на должность мэра столицы. Об этом исполняющая обязанности градоначальника сообщила журналистам после заседания муниципальных служб. По ее словам, сейчас ее основная задача – решать в срочном порядке наиболее важные проблемы города. О других новостях далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Депутат от Демократической партии Корнилий Дудник еще раз подтвердил свое заявление о том, что первым возьмет оружие в руки, если Молдова объединится с Румынией. По словам народного избранника, он не сожалеет о своем высказывании. Дудник сообщил, что намерен защитить свою родину, если кто-то попытается ее ликвидировать. Напомним, заявление о противостоянии объединению Дудник сделал в феврале нынешнего года на заседании Совета местных и региональных властей в селе Тамай. В Молдове состоится чемпионат по армрестлингу, организованный Генеральным инспекторатом полиции. По данным ведомства, соревнования пройдут 19 мая. По словам замглавы генинспектората Георгия Кавкалюка, в чемпионате могут принять участие все сотрудники ведомства. Регистрация начнется на следующей неделе. Победители вознаградят премиями. Также Кавкалюк отметил, что в полиции работают много чемпионов национального, европейского и международного уровня по различным видам спорта. В Гагаузской автономии намерены увеличить количество молодежных мероприятий. Об этом сообщил общественный деятель Андрей Шевель по итогам встречи с активами Союза молодежи села Казаклея и города Чадырлунга. Так был утвержден план действий на весну и лето 2018 года. Ожидаются вечера игр, спортивные соревнования, дебаты, маевки и экологические акции. По мнению Шевеля, в Гагаузе для молодежи необходимо проводить не только развлекательные, но также и развивающие мероприятия, как, например, бизнес-тренинги. Для пассажиров государственной авиакомпании «Аэрмолдова» открылись еще 95 направлений в 44 страны Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки. Соответствующее соглашение было заключено с частной авиакомпанией «Лоукост» из Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно документу, каждая компания получила право продавать билеты на направления другой фирмы. Так, жители Молдовы теперь смогут посетить Таиланд, Шри-Ланку, Танзанию, Индию и другие туристические направления. Отметим, «Аэрмолдова» выполняет прямые рейсы по 30 направлениям в Европу и Азию. Число туристов из России в Республику Молдова в прошлом году выросло на четверть в сравнении с 2016 годом. На это указывают данные исследований одного российского аналитического агентства. Так, число жителей России, посетивших нашу страну в прошлом году, достигло 250 тысяч человек. Согласно тому же исследованию, Молдова занимает 30-е место по числу зарубежных турпоездок из Российской Федерации. Самые популярные направления среди россиян числятся Турция, Абхазия, Финляндия, Казахстан, Украина и Китай. Во время снегопада в муниципалитете города Белц работало 5 единиц спецтехники. Предусмотрено для дорог около 150 тонн противогололедной смеси. Работы по очистке улиц от снегопада велись всю ночь, а в 4 утра вышли во дворы работники ЖКХ. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях исполняющий обязанности мэра Северной столицы Николай Григоришин. Он также призвал водителей не оставлять машины вдоль обочин, так как они мешают уборке снега. На перекрестке столичного проспекта Дача и улицы Новобачой установили дополнительный светофор и обновили дорожную разметку. По данным Национальной патрульной инспекции, таким образом снизится число аварий на этом участке дороги. В ведомстве также предложили оборудовать в зоне перекрестка современные остановки. Согласно статистике, за последние 5 лет в районе перекрестка произошло более 100 дорожно-транспортных происшествий. В результате 5 человек погибли и около 90 пострадали. Всего в прошлом году в стране произошло почти 2300 ДТП, из которых примерно 240 в столице. Представители 100 молдавских населенных пунктов, подписавших декларацию за объединение нашей страны с Румынией, провели в столице соседней страны встречу с политическими партиями. Они призвали румынские политформирования найти совместное решение в плане унире для Республики Молдова. Также советники и мэры населенных пунктов пригласили политических лидеров Бухареста принять участие в марше объединения, который запланирован на 25 марта в Кишинел. Продолжаем выпуск. Накануне граждане России, проживающие в Республике Молдова, голосовали за президента. Явка на выборы главы Российской Федерации оказалась высокой, нарушение не зарегистрировано. Об этом заявил посол России в Кишинео Фарид Мухамедшин. Голосование проходило на 27 участках, из них большая часть в Приднестровье. К выборам президента России в молдавской столице открыли один избирательный участок в Российском центре науки и культуры. Явка оказалась более чем активной. Очередь из желающих проголосовать растянулась на целый квартал и целый день не заканчивалась. Как заявил посол России в Молдове Фарид Мухамедшин, в будущем это придется учесть. Если так будут дальше голосовать, конечно, мы создадим два участка, потому что мы же исходили из опыта работы, но на каждый участок в среднем это от двух до трех тысяч. Поэтому количество избирательных участков создаются исходя из этого. Всего в республике было открыто 27 участков, из которых большая часть в непризнанной ПМР. Россияне, проживающие или находящиеся временно на территории Молдовы, к выборам президента отнеслись со всей ответственностью. Я гражданин России, проголосовал все как положено. Проголосовала по совести, в соответствии со своими жизненными убеждениями и так, как будет лучше и для нашей страны, и для народа. Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Республика Молдова является второй страной по количеству зарубежных избирателей – 189 тысяч человек. Наибольшее количество было зарегистрировано в ФРГ – 487 тысяч российских граждан. В самой России в день выборов президента работали 97 тысяч избирательных участков и более 400 за рубежом. Тем временем, с очередной победой на выборах президента России Владимира Путина поздравил и глава нашего государства. Игорь Дадон отметил, что во главе с Путиным Российская Федерация стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира. Свои поздравления Владимиру Путину адресовала и башкан Гагаузи Ирина Влах. Глава автономии подчеркнула, что доверительное сотрудничество между АТО Гагаузи и регионами России получило импульс во многих совместных проектах. И лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский, в свою очередь, заявил, что российские выборы для жителей Левобережья являются своеобразным референдумом. И что граждане Приднестровья благодарят Россию за всю оказанную помощь. Новости спорта. Тренировки и упорный труд дали свои плоды. Спортсменка из Молдовы Влада Гынка завоевала две медали на турнире по бадминтону среди юнеров в Израиле. Наша соотечественница заняла третье место в одиночном разряде и вышла на вторую позицию в парном зачете. Среди участниц турнира были представительницы из таких стран, как Россия, Украина, Болгария, Словения, Шри-Ланка. Наша спортсменка уступила в полуфинале россиянке Анастасии Пустинской в парном выступлении с Христомирой Поповской из Болгарии. Зато дуэт Гынка-Поповской одержал три победы. Отметим, что Влада Гынка может получить квалификацию на Олимпийские молодежные игры в Буэнос-Аресе, которые запланированы на октябрь нынешнего года. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Оставайтесь далее на нашем канале, а также следите за развитием событий в стране и мире на сайте нашего телеканала rtr.md. До встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.